Когда в декабре 1991 года, 8 числа, по-моему, троица подонков, Ельцин, Шушкевич и Кравчук, подписали банное соглашение, у нас его иногда называют Беловежским соглашением. Какой на Беловежье? Слушай, не надо оскорблять Беловежскую пущу и благодатную землю Беларуси. Они же, слушай, там что на самом деле-то произошло, они приехали, эти ребят перепились, потом на пьяную голову они сказали, слушай, давай, что-то, что мы приехали, надо что-то это, выдать на гора, что-то такое, понимаешь. Ельцин этим сказал, идите, говорит, поработайте с нашими товарищами-то. А они пошли в баню, Гайдар, Бурбль, Шахрай, пригласили белорусов, туда пошел, значит, по-моему, Мясникович, тогдашний глава правительства, еще какой-то один придумал. Дурак, тоже пьяный. Вот они там в банкину сочиняли, на листочках это все дело, вот это вот договор о создании СНГТ. И они потом утром, когда вышли, они там по дверь, по-моему, Ельцин или кому-то застунули, они же никак не могли, они же утром-то встали, у них все башка-то вот какая, не похмелились. Они бегали, искали, никак не могли все выясняли, куда делали эти бумаги, потом с горем пополам нашли, понимаешь. И они подписывали вот этот договор, и каждую, значит, там, по-моему, 14 статей этого договора, и они каждую согласованную статью сдабривали рюмкой коньяка, понимаешь. Ну, представляешь, 14 рюма коньяка махнуть там в течение часа, в каком-то состоянии ты будешь. А похмел, да. Да, так это ужас какой-то. Слушай, так у них там написано, высокий договор, стороны там, впечатляют, мы заявляем о том, что вот, значит, договор 22-го года, он является, слушай, ребят, так он давно уже не был, действительно. Вы могли с таким же успехом бумагу написать, что вы отменяете нанский эдикт Генриха IV о религиозных правах генотов, понимаешь. Ну, или крепостные права. Да, или соборного уважения царя Алексея Михайловича, понимаешь. И никто на это вообще даже не это. Ну, поэтому абсолютно незаконные, значит, расчленения Советского Союза вообще противоречащие каким-либо нормам, значит, и внутригосударственного, и международного права. И когда у нас сейчас вот эта вся публика, там, вот этот мир, этот вот педик, этот Алан там и прочее визжат о том, что Россия нарушает, значит, нормы международного права и т.д. и т.п. Какие нормы международного права? Вы о чем говорите? Вы их растоптали в 90-м, в 91-м году. Вы их растоптали, когда вы побежали там на перегонки признавать независимый статус союзных республик. Вы растоптали их, а это, по сути дела, что? А это разрушение основополагающего Хельсинского акта 1975 года, который, собственно говоря, лежит в основе деятельности СБСЕ. То есть, современного ОБСЕ, Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе. Вы тогда что-то не визжали про нарушение норм международного права. А где сейчас аналогичный пакт? Вот прошло, условно говоря, 40 лет, уже пятый десяток пошел, а ничего же подобного нет. Ведь разрушение границ началось когда? Когда вы, значит, разрушили Берлинскую стену и фактически отдали на съедение ФРГ Германскую Демократическую Республику. Так это же было зафиксировано, извините, не только в межгосударственных соглашениях ФРГ и ГДР, подписанных в 1972-1973 годах, но и в заключительном акте, в Хельсенском акте, вот этого совещания по сотрудничеству и безопасности в Европе. Вы же, по сути дела, разрушили это так, когда дали отмашку на войну в Боснии и Герцаге Гавине. Кто там больше всех бегал-то, носился? Немцы! Немцы! Этот Коль бегал. Они же опять, они как объединились, все, у них начались там эти галлюцинации там Третьего Рейха. У них опять там Адольф Гитлер там замаячил. Понимаешь, им зачем надо было пробить коридор в Средиземном море? На Балтике у них там все тип-топ, вот им надо пробить коридор на Средиземном море. Они же, по сути дела, были главными бенефицарами вот этой войны югославской. Понимаешь, американцы там потом прискакали. Ну и я уже не говорю про все остальное, что творилось там в 90-х годах. Я имею в виду и гражданскую войну в Югославии, и бомбежки Белграда в 99-м году, и вся эта вот катавасия связана с Иракской войной, с переворотом в Ливии, в Тунисе. Сейчас вот то, что говорят в Сирии. Сплошь и рядом идет нарушение норм международного права. И нам говорят, что Россия нарушает норм международного права. А их нету, этих норм-то. Вообще нету. Так, по большому счету, значит, все лидеры государства, они должны собираться на новый какой-то там, условно говоря, саммит, и подписывать новый, заключительный там, Хельсинки номер два, условно говоря, да. Вот узаконивать границы. Ну, их узаконить надо вот когда Украина накроется медным тазом, тогда мы сядем и узаконим. Потому что то, что Украина, вот это квази-государство, оно нежизнеспособность, совершенно очевидно. Он вообще этот сам проект и по себе, он же задумался изначально только с одной единственной целью. Русофобия. То есть антироссия. Ну, не забили.